Граффитистов-разбойников сегодня все-таки доставили в суд. Напомню, зимой в глухой части парка Дубки они повалили дерево на трамвайные пути, а когда вакон остановился, схватили водителей кондуктора, пригрозили им газовым баллончиком и за 10 минут расписали трамвайный вагон. Граффитистов нашли, но на первое заседание пришли только двое. Сегодня в принудительном порядке на суд были доставлены все. А зачем вопрос задаете? Объясните, пожалуйста, мотивы вашего преступления. Шоколад во всем виноват. Что говорите? Шоколад во всем виноват. Какой шоколад? Какой? Молочный. А в чем он виноват? В том, что он шоколад. Объясните, пожалуйста, почему вы совершили преступление? Не мы же совершали. Но ваши друзья или кто это? В чем это происходит? Эх, не знаю даже. Что-то парни какие-то мимо прошли. А садеи вам сожалеете или нет? На какое наказание рассчитываете? Сказать вам нечего. Первое судебное заседание было отложено. В связи с неявкой двух подсудимых. Однако на данное судебное заседание двое ранее не явившихся подсудимых явились по принудительному приводу. Какие-либо комментарии они давать отказались по данному факту. Вы тогда что-то скажете? Ничего я не скажу. Мы не верим на то, что здесь... Да, может, мы ничего. Ребята, может, давайте... Собедайтесь с Ирином. Да. А зачем это сделали? Потому что так сделал. А мотив какой был? Никакой. Так а чем руководствовать? Никак, все, ничего не будет говорить. Ребята, а вы как оцениваете поступок своих друзей? Одобряете поступок. А что улыбаетесь? Это смешно? Да. Что смешно? Да. Шоколад смешной. Шоколад ни в чем не виноват. Пацан к успеху шел. Получилось сложно. Доволен своей работой, которую сделали? Которой я работаю? Работаю. Я всегда доволен. А вот то, что сделали, я не знаю, что сделали. Кстати, по оценкам Траваин троллейбусного управления, общий ущерб, нанесенный граффитистами, составил 214 тысяч рублей. Один из них добровольно возместил 50 тысяч, остальные отказываются. Максимальное наказание, которое им может назначить суд, это штраф и принудительное возмещение ущерба.